Она должна быть у вас с собой. Вот тут и есть такие тюбики еще продаются. Вы всегда носите с собой как белила титановые, цинковые и прочие. Это должны быть с собой. Краски без меня не выдавливайте, я вам все буду показывать. Какие краски. Но для начала мы берем в руку уголь. Правую руку, как левша, левую руку. И наносим рисунок. А рисунок формы неба почти мало. Много веток, много деревьев, много травы сухой, много снега, который уже тарит, много воды. И где-то уже сумерки. И цветущая верба. Мы с вами это напишем. Ну давайте линия горизонта где-то приблизительно так вот у нас должна быть. Чуть меньше холста. Давайте я сразу с линией горизонта начну. Строим баньку. Баньку выстраивайте очень внимательно. Она должна быть чуть выше, мы ее по краю не будем делать. Она как бы в глубине будет. Давайте баньку строим. Вот давайте повыше. Ну как-то так. Ну. Баньку строим. Вот здесь хранятся дрова у нас. Так. Это просто. Ничего сложного. Углем рисуем. И тут два дерева у нас. Одно дерево, здесь второе дерево. Два деревянные. Окошечко. Если внимательно смотреть на композицию, окно должно быть чуть слева. Слева. То есть не посредине. Вот чуть слева. То есть окошечко будет. Светящееся. Вадьбу с вами писали. Ну там почти ничего не видно. Архитектура никакой. Все это просто. Открытая она. Теперь обратите внимание. Вот я ее. Она почти чуть выше. Вот передний план. У нас будет отражение и вода. Талая. Талая ледяная вода. Здесь я наношу рисунок. Рисунок углем. Понимаешь, я немножко прикрываю. Как бы вам это. Ну иначе и нарисовать. Полечья. На каких-то вот. Деревья. Вот такая вот. Дельха. Видите, что-то носки. Смешанный лес. Вот он у нас. Скворечник. По композиции он не должен быть выше Луны. И он где-то между окошечками. Вот так. Как треугольничек такой. Вот обратите внимание. Архитектура в природе. Архитектура. Какая бы ни есть. Ручьевой работы местных жителей. На ней кое-где остался снег. Ну давайте вот здесь вот пятнышко маленькое. Мы его здесь оставим. Труба у нас будет с этой стороны. Я давайте трубу нарисую. Вот она. Вот она построит передний план. Мы давайте вот это дерево сюда сделаем. Вот тут березка пошла. Тут вот трава. Но сначала я накладываю остатки снега. Вот смотрите. Тут остатки бревнышек. Ну то, что и стопели. Практически уже их нету. Я не знаю, где ведро лучше. Я думаю, что можно здесь его тоже. Давайте ведро. Как без него. У меня хороший друг один был. Очень любил такие сюжеты писать. Ну сейчас он мало работает. Ну разъезде. Вот ведро с холодной водой. Ну а стопашки давайте здесь тогда. Она будет смотреть туда. Там мы птичку нарисуем. Наблюдает ее. Собачку. Она будет у нас самая темная. Самая выразительная. Самая темная, самая выразительная. Давайте мы лестницу сделаем с этой стороны. Она там дровишка мешает. Вот с этой стороны. Вот она. Вот здесь. Нужно будет залезть. Там старый веник взять. Березовый веник из листьев. Для баньки. Так. Художники иногда работают углем месяцами. Иногда даже годами. Создают рисунок. Работу. В тоне решают задачи. В композиции. В деталях. Ну чтобы потом меньше переписывать. У нас работа такая не очень-то сложная. Она не очень-то сложная по сути работа. И мы с вами ее успеем сделать. Вот тут у нас такая елочка была. Такая елочка. Ну это чисто сосна. Так вот это дерево. Вот оно тут идет. Вот такая. В этой работе я еще больше приподнял. Когда я смотрел на ту работу, понял, что баньку нужно выше поднять. Вот если вы передний план не сделали выше, ну плохо. Так. Теперь у нас тут снег. Тут тропиночка. Вот тут водичка. Вот такой уже заборчик какой-то. Это все вода. Вот отражение будет здесь. Отражение будет. Здесь отражение. Это все вода. И потом мы напишем на правом снегу вербу. Ввербу сюда вот так она пойдет. Мы ее напишем. Но это нужно... И так вот черный. Есть пенограды. Видите, сколько черных рахов. Берите, если где вы будете. В каких-нибудь галереях. Если вы будете где-то в каком-то городе. И сразу идите в салон. Банку-хоножника там. И смотрите, какая краска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА